В Хабаровске состоялось первенство Дальнего Востока по пауэрлифтингу среди юношей до 18 лет. Якутяне выступили удачно, им удалось завоевать два золота и одно серебро. Сейчас спортсмены готовятся к первенству Дальнего Востока среди взрослых и первенству России. Тему продолжит Неркуяна Егорова. В очередной раз достигается 190 килограммов. И так несколько подходов. С каждым разом Михаил прибавляет вес. Пару лет назад начал тягать железо без тренера. И тут начались проблемы со спиной. Тогда Михаил пришел в секцию пауэрлифтинга. Правильный подход и техника дали свои плоды. На первенстве по сумме силового троеборья, набрав 665 килограммов, Михаил показал свой наилучший результат. Это в приседаниях 265, жим лежа 125 и становая тяга также 265. В приседаниях мог бы, конечно, добавить килограмм 10 еще, 15. Но вот не получилось немножко. И в жиме лежа что-то я вот не собрался. А так довольно неплохо. Наряду с Михаилом удачно выступили Джулустан Горохов в весовой категории до 66 килограммов. И Дмитрий Ефимов в весе до 120. Они стали чемпионами. На всероссийских стартах юноши выступили впервые. В тренажерном зале спортивной школы оснащение хорошее. Но нужно закупить профессиональное оборудование для пауэрлифтинга. Здесь тренируется 150 атлетов. У каждого тренера по 4 группы. В первые годы отрабатывают технику. В последующие уже поднимают планку силовой подготовки. У каждого спортсмена по отдельности есть каждые индивидуальные тренировки. План составляется. Составляется также план выступлений. Куда каждый готовится. Вот ребята, например, сейчас готовятся к чемпионату Дальнего Востока среди взрослых. Также некоторые ребята, если получится с финансированием, то в первенство в России также будем выступать. За проезд спортсмены оплачивают сами. Как таковой финансовой поддержки нет. Но это юных атлетов не останавливает. В декабре свои силы попробуют на чемпионате Дальнего Востока среди взрослых и на первенстве России.